Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор сайта Избави Зальни. Сейчас мы с вами будем создавать такую интересную, объемную, крученую розу. Вязать эту розочку я буду из акрила, детская пихорка, 100% акрил, очень тонкая, эластичная, для цветов просто замечательная пряжа. Она хорошо держит форму и легко вяжется практически на любой вязальной машинке. Можно вязать спицами, можно вязать на вязальной машинке. Наша задача связать сейчас длинное полотно. Мне нужно будет провязать больше 100 рядов, буду вязать 200 рядов на 12 иголок, и я должна провязать 200 рядов. Либо на вязальной машинке, это займет буквально минут 15, либо я буду вязать спицами, если у меня нет вязальной машины. Обычное полотно 12 петель на 200 рядов. Набирать и заканчивать можно любым удобным для вас способом. Я буду набирать обвивом и закрывать косичкой. Вы можете делать как угодно. Я провязала 200 рядов. У меня получилось 56 сантиметров. И ушло на это времени 4 минуты. На спицах вот такое полотно я бы вязала гораздо-гораздо дольше. 200 рядов это, в общем-то, достаточно много. Теперь моя задача разделить вот это вязание на секции. Я каждую секцию... Можно пользоваться метровой лентой, а можно простым способом. Делим пополам каждый раз и просто втыкаю булавочку. Пополам. Пополам вторую часть. Мне нужно разделить на ровное количество секций все мое вязание. Причем секции маленькие. Каждая вот эта секция будет равна одному лепесточку. Сколько я сделаю лепесточков, зависит только от моей фантазии. Наверное, вот этого уже много. Каждую вот эту секцию я буду делить на 3 части. Вот такие секции очень даже подойдут. Тыкаю иголочки. Итого, каждая секция получилась по 5 сантиметров примерно. Может, чуть меньше. Так. Делю на 3 части. Все это не обязательно делать очень-очень-очень точно. Главное, приблизительно выдержать расстояние. И вот сюда. И таким способом я делю все мое вязание на секции. Ставя булавочки через определенное количество рядов. Не рядов, а сантиметров. Очень простой и очень эффективный способ для того, чтобы найти серединку. И на 3 тоже достаточно легко все это делается. Просто складываю. Можно на 4 делить. Но мне кажется, что в этом случае лепестки получатся просто очень маленькими. Смотрите по своим ощущениям. Потому что кому-то это будет нормально, кому-то мало. Когда эти лепесточки будут сильно топорщиться, это тоже не очень красиво. Они должны лежать мягко достаточно, поэтому пускай они будут такие вот побольше. Так, поделили. Все. Теперь убираем булавки. Теперь моя задача начать вязать основу, которую я буду закручивать. Я буду вязать... Так, у меня сколько? Раз. Считаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. То есть, каждый хвостик идет тоже за булавку. Тринадцать булавочек. Если каждая булавка у меня будет, например, четыре петли занимать, четыре петли булавка. То есть, пятая. Пять на тринадцать. Нет. Четыре на тринадцать. То есть, тринадцать. И моя задача связать основание. Так, чтобы каждое вот это вот расстояние между булавочками составило петельку. Вот так вот улеглось. Смотрю, какое расстояние здесь, в общем-то, допустимо. Две петли вполне. Может быть, три. Три. Пускай будет три. Две петли свободны. На третью надеваю. Значит, тринадцать умножить на три, тридцать девять. Я набираю на спицах тридцать девять петель. Я в данном случае буду набирать на вязальной машинке. Любым удобным способом. Я наберу обвивом. У кого машинка с грузиками, набирайте вспомогательной ниточкой и делайте обвив. То есть, нам нужен плотный, нормальный край. Мы не будем делать никаких подгибов. Мне нужен нормальный край. Тридцать девять петель. И будем навешивать вот эти вот отметки на полотно. Если вы будете вязать спицами, вы просто цеплять будете каждый вот этот вот петельный столбик на каждую третью петельку и провязываете ее. Провязали три, две, на третью навесили полотно. Провязали две, на третью навесили полотно. Все будет то же самое, только в данном случае я буду делать на вязальной машине, потому что это несравнимо быстрее и проще выполняется. Убираем тридцать девять петель тем способом, каким нам удобно. Набрали тридцать девять петель. Это как один вариант. Другой вариант. Сначала навесить вязание, потом сделать набор. Так, наверное, будет точнее. Если мы вяжем спицами, мы делаем набор. Две петли набираем на спицу, третью навешиваем наше вязание вот на том месте, где у меня булавочка. Две петли набираем, третью навешиваем на спицу в том месте, где у меня булавочка. Поскольку я все это буду делать на вязальной машине, у меня немножко другая техника выполнения. Складываю вязание пополам изнанкой внутрь и надеваю на вязальную машину за петельный столбик, либо за протяжку. Здесь не так важно вязание. Первый хвостик. Беру, складываю пополам, там где у меня отметочка булавкой, беру обе части, первую и вторую, и навешиваю на вторую булавку. У меня получается вот здесь такое закругление. Складываю дальше пополам, в том месте, где у меня булавка, беру, навешиваю на вязальную машину. Если спица, делаю все то же самое. Две петли я делаю набор, на третью навешиваю вязание. Две петли сзади, одна остается. Вот таким способом можно даже не рассчитывать нужное количество игл или петель для набора, а делать вот как делается. Вот как получится, так и получится. Для этого мы с вами все, что могли сделали, мы разделили все вязание. Теперь наша задача это вязание аккуратненько надеть на машинку, либо на спицы. Сложного тут не должно быть ничего. За протяжку, либо за петельный столбик, как удобно. Гулавки убираем. За протяжку даже предпочтительнее, потому что не будет утолщения. Сейчас я уберу петельный столбик и возьму протяжку. Моя задача просто соединить вязание. Протяжка, если за протяжку, будет немножко поаккуратнее, потоньше выглядеть. Так, за протяжку. Следующую. И таким вот способом, получая много-много вот таких вот аккуратных красивых петелек, я надеваю вязание на свою вязальную машинку или на спицы. У кого что есть. Для вязания цветов не так важен инструмент. Самое главное в цветах это сборка. Поэтому как мы свяжем, каким способом, руками, на машинке, каким-то вязанием, может быть даже ажурчики какие-то вы можете использовать. Это все на ваше усмотрение. Разноцветные ниточки, все остатки пряжи какие-то у всех валяются, не знают куда девать. Вот отличная утилизация наших запасов ненужных. Я беру акрил, потому что у меня его много, и мне нравится из него делать цветочки. У кого нет акрила, берите то, что у вас в изобилии находится дома, что жалко выкинуть, но применить не знаете куда. Вот самый лучший способ. Это вот такая вот утилизация наших запасов. И в то же время украшения. Украшать так можно любые вещи. Можно сделать брошку. Можно сделать, не знаю, на панамку, на кофту в тон. Вот связали кофту, остались у вас ниточки. Сделайте цветок. На сумку, если вы любите вязаные сумки, можно украсить таким вот аппликацией. Ну, очень интересно, чтобы она не была простенькой. Мы ее можем украсить цветами. Поскольку вязаные цветы мало кто выполняет. Ой. У вас будет уникальная отделка. Потому что даже если вы будете выполнять все мои рекомендации, у вас все равно получится цветочек свой. На мой похожий, но свой. Совсем по-другому он будет выглядеть. Там будет другая пряжа, другой цвет. Так. Это мы и сделали. Теперь ставим все в лед и делаем набор полотна. Я буду делать набор обвития. У кого машинка требует оттяжек, вы предварительно должны были связать вспомогательную нитью оттяжку и навесить гребенки. После этого навешивайте наш цветок и выполняйте обвив. На всех иголках. Ну, на тех иголках, на которых у нас уже висит вязание, может быть, выполнять и не обязательно. Можно пропускать, чтобы не утяжелять полотно. Но у тех, кто вяжет спицами, вы тоже можете делать набор двух петель. Третья петля у вас и так занята уже надетым цветком. Поэтому можете тоже не делать набор на петле, которая уже и так висит на спицах. Так. Все надели. На спицах все выполняется точно так же. Единственное, что вы держите их в руках, а у меня вязание находится передо мной, как полотно, находящееся просто передо мной у вас в руках, у меня впереди. И провязываем несколько рядочков. Сейчас посмотрим, сколько. Такие вещи можно делать даже, ну, несколько на глаз. Не обязательно какая-то особая точность. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, для сборки этого, наверное, и достаточно. Можно было даже не одну протяжку, видите, на А, чтобы было поменьше здесь. Такие дырочки можно было и за две. То есть не одну протяжку, а две рядышком. Было бы тогда более жесткое крепление. Итак, провязали. И закрываете удобным для вас способом. У вас спицы, значит, закрываете, как вы обычно это делаете. Если у вас машинка, тоже удобным для вас способом. Потому что есть несколько способов закрывать петли. Я пользуюсь косичкой. Она мне нравится, да, больше всего. Я чаще всего пользуюсь именно косичкой. Так, закрываем петли. И приступаем к сборке нашего цветочка. У нас получилось вот такое вот полотно. Стяжка, основа и на ней вот такие вот, ну это даже на буфы похоже. Если у вас машина двухфантурная, можете вязать круговым вязанием. Если у вас машина, как у меня, однофантурная, вяжете вот таким вот интересным способом. Если у вас спицы, вяжете спицами. Все зависит от того, какие у вас средства для вязания. Вот видите, связать такое полотно очень просто. Машина просто является очень хорошим ускорителем в данном случае. Так, моя задача сейчас эту розочку собрать. Я начинаю ее скручивать. Так, вот эти вот нитки. Даже не буду ничего придумываться. Вяжу узелком и лишнее отрежу. Потому что они не мешают. Начинаю с того края, который грубее. Вот у меня погрубее вот этот краешек. Я с него и начну. Я его просто вот так вот затяну, чтобы он был узенький, чтобы он не торчал. Видите, делаю край узкий, стягиваю, чтобы он не мешал. Потому что вот эта вот часть будет торчать и очень некрасиво поведет себя. Так, и теперь изнанкой внутрь, вот это изнанка, вот здесь лицо, здесь изнанка. Начинаю просто делать вот такой вот бублик. Закручивать полотно. Просто делаю закрутку на прямом участке. И у меня сворачивается совершенно невероятная розочка. Можно ее, видите, она в серединке такая вот подправить. И просто-просто-просто закручиваю до конца. Можно периодически подшивать, а можно зашить сразу. И все. Вот такая роза. Совершенно очаровательно выглядит. Главное, непонятно, как связано. Теперь моя задача это все делать. Зашить. Зашиваю тоже просто. Через все слои пришиваю, закрепляю, чтобы она не разошлась, не развалилась. Такой момент. Видите, у нее достаточно широкая ножка. Если вы хотите, чтобы ножка была поменьше, вяжите вот здесь не 6 рядов, а ряда 2-3. Для сборки этого вполне достаточно, зато смотреться будет без ножки. И еще, если вы хотите более набитую розу, 200 рядов тоже не так много. Казалось бы, это большое количество, но 56 сантиметров не так, чтобы много. Поэтому можно вязать гораздо больше. Вот этот край, который у меня остается, тоже совершенно некрасивый. Я его сюда же сейчас вот так же просто завязываю и прихватываю, привязываю к центру цветочка. Все, он уходит внутрь, его и не видно. Розу можно подправить. Можно прихватить между собой лепестки. Можно оставить так, как есть. Выглядит очень интересно и необычно. И как видите, вот эта сборка 2 на 3, 2 петли на 3 собираем, себя оправдывает. Потому что если бы мы делали пошире, то лепестки были бы не такие волнистые. Так, этот лепесток у меня ушел. И я могу прихватить вот так вот крайнее вязание. То есть я могу закрепить розочку. А могу и не закреплять, потому что она тогда будет иметь живой вид. Но самое главное, она никуда не развалится и не денется. Потому что она вся сшита. Сейчас закреплю все-таки самый край. Чтобы она поменьше гуляла у нас. Вот с этой стороны. Отлично. Все. Роза готова. Выполняется очень быстро. Особенно на вязальной машине. Рука немножко подольше. Потому что нам надо вывязать такое большое полотно. На машине, как я уже сказала, на вывязывание вот этой основы у меня ушло 4 минуты. На саму сборку, на вязание второй части. Ну, в итоге все происходило на ваши глаза, как быстро это делается. И на сборку тоже пару минуточек. И получается чудная роза. Действительно очень красивая и очень аккуратная. Главное просто. И эффектно. Рука. 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 Продолжение следует...